всем еще раз здравствуйте я в эфире мы с вами вот долго не вы не мы только я да зря вас впутывают долго тупил я над настройкой вот этого устройства но еще раз поменяла свое разрешение теперь она на 20 пикселей наш наш экран на 20 пикселей меньше чем наш наш матрица и это каждый раз по-новому удивительное дело как люди настраивают проектор в этой аудитории вот значит у нас сегодня довольно сложная тема как выяснилось для меня она тоже сложная потому что уже 15 минут как я не могу начать про не рассказывать это 20 который называется синхронные возможности питом значит сразу предупрежу что те из вас кто не пришли на лекцию вот как это отсутствующие встаньте те кто не пришел на лекцию должны посмотреть сегодня я имею ввиду 321 групп потому что завтра у нас будет на эту тему практику я не буду завтра то же самое все объяснять еще с синхронностью ситуация следующая под синхронности мы можем понимать три примерно одинаковых но все-таки существенно неравных друг друг другу понятия и это собственно прямой параллелизм как таковой то есть возможность запустить в параллель там средствами операционной системы или даже специальные встроенные средства языка программиров параллель несколько заданий а потом с ними работать в самом языке в синтаксе этих средств нету разумеется есть питомии модули и в количестве многих штук которые позволяют вам параллельно запускать задания вот в частности multi processing но это модуль мы с вами разговариваем про синтакс языка вот который в питоне есть асинхронность значит дальше асинхронность может быть такая что ли с имитированные смоделированные вручную на обычной императивной парадигме когда у нас есть так называемый колбеки функции которые есть вот а мы в цикле получаем ну какие-то события или что-то такое то есть у нас есть некий цикл который постоянно проверяет а какую бы из этих функций вызвать вот вызывает соответствующую функцию она обрабатывает события и дальше цикл продолжается дальше да вот если считать такой последовательный вызов этой функции как сложить это в кучку и считать это неким выполнением процесса да вот тогда это можно тоже считать их синхронностью и тогда мы собственно переходим к третьему варианту потому что мы с вами знаем такие функции в питоне они называются генераторы когда у нас функцию вызвали начата по вычисляла вы вернула значение потому и снова вызвали ее же она продолжила вычислять с того места где она сделал последний раз ют и так вот все время так вот мы будем разговаривать об асинхронности как о произвольном выполнении вот этих кусочков кода между елдами в наших генераторов то в одном то в другом то в третьем вот о чем будет идти речь когда мы будем говорить про синтаксическую поддержку асинхронности в питоне сразу скажу что к этому значит к пониманию асинхронности в питоне я подходил раз пять из них там крупно три раза из них два раза были неудачные ничего не понял я ничего не понял пока не создал вот ту модель которую собираюсь вам показать потому что мне кажется что у асинхронности есть такая неприятная особенность мы значит либо должны принять ее как данность и не понимать как она внутри устроен либо понять какой на внутри устроен принятие когда насти забыть как она внутри устроена второй вариант мне нравится гораздо больше значит для начала несколько повторений да значит повторение проилд фром вот помните такую штуку когда мы вам итераторе временно переключались на другой итератор говорили а вот сейчас пожалуйста дорогой дорогой вызывающий нас код вот отсюда считай свои считывай свои вычислимые элементы последовательности да давайте мы сами прямо напишем я буду время от времени копипастить потому что времени у нас очень мало но давайте вот сейчас это да ухты господи вот я да значит давайте она просто будет что-нибудь ездить вот и больше собственно ничего и давайте будет у нас задание которое будет его вызывать это было слово yield я тороплюсь yield from suburb да напоминаю что поскольку у нас здесь написан yield это значит что это генератор функция она возвращает собственный генератор и вот тут вот будет возвращен генератор и в этом месте мы говорим при исполнении кода пожалуйста не отсюда код восполняю вот отсюда ну собственно так и будет и тут наверно тоже надо сказать yield что-нибудь типа дан а ну тут код ну давайте да тут еще у нас написано давайте тогда так сейчас покажу мы еще не сделали оттуда откуда мы вызовем этот атератор да там сколько у нас 533 пускай будет три трижды так вот 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 отсюда будет for резинтаск раз там был раз чё там фэн шуй нам пристает фэн шуй нас отстал фэн шуй вот значит что пресс происходило да значит у нас наверное удобнее вот так да мы вылезли значит вызвали мы создали итератор task генератор начали по нему проходить первым делом он сказал не ко мне вопрос ходи к субр мы пошли к субр субр за илдил ван этот ван приехал сюда этот ван приехал сюда на время yield from у нас переключилась управление вот отсюда сюда вот он ван да потом следующий илд то дальше этот субр делает стоп итерейшн мы отсюда вываливаемся делаем свой илд отсюда ноль дан вот он ноль дан и дальше по кругу снова мы заходим на цикл снова делаем yield from снова снова ванцу да дальше 1 да ну и так дальше вот собственно как бы вся премудрость у нас есть функция которая делает итератор который делает илд фром и итератор который собственный юг да пока не закончится вот это конечно более того этот код вообще не выполняется мы не заходим даже в это пространство имен в этот контекст когда делается илд фронт мы сразу ходим к этому контексту в этом смысле вот теперь значит второе нет просто там смотрите любой ваш любой ваш генератор работает так что ему надо вернуть управление вот в данном случае управление возвращается вот сюда кто елдил там иуда возвращается управление а эта функция ждет там в стеке возврата управления есть возврат управления вот сюда когда здесь будет ретер вот то есть это не был туда это это именно ретер такой это возврат управленную Это передача управления на то место, с которого мы ушли. А если субы обязательно вверх, то он субы. Попробуйте. Вот. Значит, теперь то, чего у нас не было. А не было у нас вот чего. Не было у нас... Давайте мы здесь добавим параметр, чтобы было ясно, из какого цикла это... Из какого цикла это все происходит. Сейчас. Так. Вот. Чего у нас не было, так это что будет, если сейчас написать return? Вот здесь вот return. Ну, не знаю. Что там? Done. Да? Finish. Вот. Мы с вами знаем, что return означает stop iteration. Вот. Но, как выяснилось, все гораздо интереснее. Если вы напишите вот так, то вот сюда приедет вот этот return. return, то есть yield-фро приносит с собой return, который, параметр return, который вы указали в том итериаторе, из которого вы yieldите. Ну, здесь можно сказать даже вот так вот. Что? Ну, карутина, да. Так это и есть она же. Погодите. Процент мы сейчас еще вернемся. Нет. Дело не в том, что мы ее туда передаем. Дело в том, что этот return можно обмазать не только возбуждением исключения stop iteration, но и передаваем им значением, которое... Мы сейчас все это увидим. Смотрите. Тут же... Давайте мы развернем вместо for здесь напишем... Вот тоже return напишем, кстати. Return. Ну, там, yield. Прямо как в лекции. Да? Вот. И здесь давайте... Что тебе не нравится? Return. И здесь давайте вместо for прям вот... Прямо цикл while. Да? Все распишем через next. Вот мы скажем, что у нас ядышко, которое выполняется, это task. Да? Дальше мы его будем прямо в try except. В try except. Try. Что там у нас? О... 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 Вайл... Тру. Рез. Или тут даже не нужно рез. Тут даже достаточно просто принт. Принт. Чё-то не painer, а print любой... Всеатр. Next. От кори. Как-то так, да? Вот. Экст. Стопит. Экст. И вот тут оказывается, что в действительности... Ну, куда нам еще запихать возвращаемое значение, если мы возбуждаем исключение стоптернешн. Разумеется, в поле это его исключение. 3.se.sxt.print.x.v Вот. И я, значит, вангую не без основательности совершенно, потому что я к этому готовился. Чего тебе не нравится? А, try я забыл, да? Вот это. Да. Значит, да. Так вот, он просто приезжает в качестве поля этого самого стоптернешн. Сейчас мы все это увидим. Вот. Мы увидели, что там надо вызывать. Вот тут вот. Это и. О! Вот как это происходит. Смотрите. Значит, вот это у нас первый yield. И это второй yield. Дальше мы возвращаем ноль финиш. И этот ноль финиш приезжает вот сюда, и мы его yieldим уже отсюда. Собственно, должно получиться ноль-ноль финиш. Да, вот он, ноль-ноль финиш. Вот. Его мы yieldим отсюда, и здесь мы его печатаем. И так это происходит. Вот этот ретерн приезжает вот в этот рез. Куда приезжает вот этот ретерн, да? Он приезжает в поле валю, в поле валю исключения стоптернешн. Вот оно. То есть мы можем возвращать значение из генератора, и если мы делаем это с помощью, если мы этот генератор вызвали с помощью yield-фрома, он красивым образом приезжает как результат этого yield-фрома. А если мы это сделали, значит, ну, явно, явно сказали next, то он приезжает в качестве поле стоптернешн. Таким образом, мы можем пользоваться вот такой вот конструкцией. Мой главный поинт, на который стоит смотреть глазками вместо телефона, да, это вот это место на экране. Значит, потому что это важно. Этим мы будем пользоваться все оставшееся время. Значит, вопросы. Значит, как это работает, понятно. Как только станет непонятно, все остальное изложение будет вам неинтересно. Я гарантирую это. Вот. Окей. Это еще не называется синхронностью. Вот. Значит, это все повторение. Ну, вот это не повторение, мы этого не видели. Мы не знали, что у генератора может быть return. Так, теперь давайте вспомним процент. Это тоже повторение. Да? Значит. Или, если мы словили исключение, там будет в поле лежать. Все так. Значит. То есть, он распаковывает исключение, если не считает. Да, да, да. Совершенно справедливо. Точно так же, как выход из цикла распаковывает исключение, стоптернешн. Да? Мы же умеем это. Вот. С вашего позволения, я скопипащу код. Он очень простой, не буду его писать. И это про send. Помните? Send. Это такая штука, которая позволяет прямо в yield пропихивать очередное значение. Вот. То есть, мы с вами довольно долго разговаривали, давайте не поднимать эту тему еще раз, что самый первый вызов этой штуки должен быть не send, а next, такого генератора. Потому что к этому моменту это значение некуда передавать. Нет такого синтаксиса, который бы позволил до первого yield понять, что при вызове ему передали. Да? Вот. Вот этот параметр initial, это параметр самой генератора функции. Он не в момент активации генератора передается, а в момент вызова функции task. Это совсем другое. Да? А так у нас нет синтаксических оснований, чтобы первый раз сделать какой-то send. Поэтому мы с вами договорились, что вот такой генератор, у которого можно делать send, он как бы сначала запускается с помощью next, это запуск задания, да? А потом с помощью send мы передаем этому заданию параметр. Вот. Ну, собственно, здесь, что он берет и умножает его на 2, yield это все безобразие. А мы здесь каждый раз его получаем. То есть получается вот такая вот, что? Что я делал не так? А, понятно, что я делал не так. А! Что-то я еще сделал не так. Ну вот. Вот мы, значит, дернули этот бесконечный интератор, итератор дернули его 5 раз. Вот. И он там вот, если внимательно посчитать, понятно, почему 2, 4, 6... А, нет, тут не надо внимательно считать. На следующем кадре надо внимательно считать. 2, 4, 6, 8, потому что мы передали сюда единичку. Здесь ее умножили надо. Все. Send. Send. Напоминаю, что вот эта вот, 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 вот эта вот штука вся, да? Она вся, первоначальный запуск, да? Он произошел с помощью Next. А дальше мы делаем Send, 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 и он делает обрамат. Такая вот сложноватая, но другой нету, и, возможно, мы сейчас поймем, зачем именно такая нужна. Такая сложноватая структура с пробрасыванием дополнительных параметров внутрь нашей сопрограммы. Вот эта штука когда-нибудь станет сопрограммой в будущем. Вот. Давайте вот что сделаем. Давайте попробуем... Сопрограмма – это тот самый способ, способ асинхронности, когда мы выполняем в произвольном порядке участки между yieldами. Вот. Давайте мы попробуем передать этот Send в yield from. Давайте, опять же, за недостатком времени скопипастим пример. Извините, ради бога, времени нету. Вот. Если станет непонятно, давайте напишем. Вот. Значит, итак у нас есть задание. Задание делает следующую вещь. Оно просто в вечном цикле. Сначала делает yield from subr, а потом просто пожирает очередной Send, который ему приходит. То есть вот эта вот штука используется всегда, если нам нужно, чтобы... Ну, короче, для индикации того, что этот параметр нам не нужен. Что делает наш цикл? Он 8 раз посылает... Он генерирует поток чисел от 0 до 7 и посылает их. Как это должно работать в моем понятии? Вот мы его и запустили, это кора. Дальше мы сказали... Шлем туда. Да. Значит, когда мы запустили кора, у нас запустился этот таск, у нас запустился этот цикл. У нас сказал yield from, мы пошли сюда, вот. И мы вернули некоторые этот самый... Мы сказали... Мы вернули, да, мы заилдили строчку yield wait for x, и на этом месте мы наконец-то завис. Да? Это был первый next. Дальше мы передаем туда 0, и x равен 0. x равен 0, мы yieldим вот эту строчку и зависаем, ждем на следующем месте. Передаем туда 1, y равен 1. Возвращаем 0 умножить на 1. Yield from закончился, возвращаемся сюда. Здесь мы передаем туда двоечку. Эту двоечку мы смело пожираем, записываем ее в никуда. Снова делаем yield from, здесь должны принять 3, 4 и так дальше. Проверяем. Вот давайте смотреть. Итак, next. Полезли сюда, сюда, сюда. Сказали yield from, subr, полезли в subr. Первый yield на нашем пути. Значит, next должен вернуть вот это. Вот он. Полезли в цикл. Засендели туда 0. 0 приехал в x. Мы должны заилдить строчку wait for y, x равно 0. Вот она. И подождать следующего значения. Вылетаем обратно сюда. Засендели единичку. y равняется единице. Мы говорим return. В данном случае 0. Сюда в value приезжает это return 0. Мы yieldим этот 0. Он здесь выводится. Вот он. Здесь мы посылаем двоечку. Сэндин. Эта двоечка приезжает вот сюда и не используется. Окей. Не используется. Дальше мы посылаем троечку. А в это время наш task заходит досюда, 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 досюда. Вот первый yield. Task говорит wait for x. Вот он. А мы посылаем туда троечку. Вот она. Ну и так дальше. Вот это на самом деле вообще ничего неожиданного. Сэнд приезжает, разумеется, в то место, где мы написали yield. Опять-таки в данном случае в обход вот этого кода прямо сюда. Вот. Такая вот немудряющая подробность. Да, да. Слушайте, это проще всего взять дизассамблер, ну в смысле модуль дис и посмотреть, как это устроено в байткозе. Потому что я, честно, не знаю. Вопрос хороший, но я не стану на него сейчас отвечать, потому что это слишком много времени займет. Вот. Я бы сказал, что это подробность развертывания байткода. Потому что, ну, есть такое место, где хранится... Черт, не знаю, правда не скажу. Нет, просто есть возможность, но ты не можешь записать в объект код адрес, туда и не нужно. В питоне вообще-то все есть, да? Там же есть байткод. Берете байткод пальцем и модифицируете. Вот. Другое дело, что так делать не надо. Теперь давайте все-таки займемся асинхронностью. Как мы это сделаем? Мы возьмем и запустим вот этих вот заданий, тасков. Две штуки. Для этого мы здесь напишем, 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 что номер таска, да? Вот. Который вызвал этот самый субр. Мы его просто передадим в качестве параметра. Да? Таск у нас будет с номером. Просто чтобы отличать один от другой, от другого. И вот здесь вот мы здесь напишем что-нибудь типа... Что-то типа такого. И, да, результат. Как-то так. Да. Вот. Да. И, соответственно, у нас будет два этих самых... Два ядра. Да. Тут, значит, у нас будет нулевой таск, а тут первый. Вот. Значит, здесь мы, соответственно, их в первый раз вызываем. Их сделаем next. Только next надо сказать. Надо next. С. Коре с. С. Нет, не и, а с. Так. Вот. Значит, это у нас два ядрышка наших. А вот здесь вот мы давайте сделаем так. Значит, коре с... Какому ядру посылать этот поток? Тут, кстати, должно быть что-то типа 20. Ну, давайте сделаем так, чтобы одному ядру в два раза чаще, чем другому. И там что-то типа нот и проценты 3. Вот. Что это означает? Что для нуля у нас дернется первое ядро, для единиц двух у нас дернется нулевое ядро, для трех дернется первое ядро, ну и так дальше. Вот. Давайте посмотрим, как вся эта байдяка теперь будет работать. Что тебе не нравится? А, in. Да, да, да. А надо? N. In next у вас второй документ. Ща, next. А, вот тут next. Ага. Спасибо. Ага. Спасибо, спасибо. Хорошо, что вы за это следите. Так, еще что-то. Позишнный аргумент, его надо было вызвать. А, ага, спасибо. Тут должно быть i. n. Тут цикла-то нет. О, так, давайте разбираться. Вот у нас есть две сопрограммы под названием task. Это уже практически сопрограммы, потому что мы сейчас увидим, как они кусочками выполняются. Извините, а вот по формату стратегии будет i, это какой-то разработчик. Она глобальный i, что ли, вывела? Да, давайте сделаем n. Вы правы. Давайте. Чтобы не путать никого. Вот. Это глобальный i, вот отсюда прилезно. Она же в global namespace лежит. Ну и отлично. Че? Это же питон. Вот. Значит, вот у нас есть штука, которая делает id from, вот штука, которая делает yield. Обратите внимание, что нигде здесь не делается принт. Принт делается только в конце. Того, что мы в конце концов наилдили. Вот. Вот мы запустили, как бы инициировали, стартанули оба таска, оба таска доплыли вот до этого места. До wait for x. Да? Вот одно, вот второе. Вот они, видите, даже в одной строчке вывелись. Вот они. Каждый из этих субров сейчас сидит вот на этом yield. А наш таск вообще работает только ретранслятором соответствующей субры. Дальше мы берем нолик. Говорим, что первый таск. Пожалуйста, вот тебе нолик. Нолик приезжает вот сюда, в таск номер ноль. О чем, собственно, мы... Нет, почему номер один? А, потому что нот, извините. В первый таск. В таск номер один, потому что у нас тут получился единичка. Мы ему прислали нолик. В таск номер один приехал нолик. Таск номер один на это время переключен на соответствующий субр. Сюда приехал нолик. Вот он. Дальше мы посылаем единичку в таск номер сколько? Видимо, ноль, потому что здесь у нас нот один. Таск номер ноль тоже, значит, он сидел вот в этой штуке. Он получает, и ему х равен единичке. Упс. Вот он. Теперь они оба сидят, ждут игрека. Дальше мы посылаем ноль, один, два, двоечку в таск номер ноль. И поэтому таск номер ноль первый вычисляет это значение, возвращает сюда. Вот он, результат двоечка. Дальше мы посылаем троечку. Нет, троечку мы посылаем в никуда. Дальше мы четверочку посылаем в таск номер один. Там был х равен нулю, четверка умножается на ноль, получается ноль. Дальше мы пятерочку посылаем в нулевой таск. Ну и так дальше. Вот они, значит, у нас генерируется поток из 20 чисел. И эти числа приезжают то сюда, то сюда, в два разных собрутина. Получается вот такая перемешанная штука. Тут прям видно, в каком порядке они вызывались. Первый нулевой, нулевой. Что? А как вы смысл, в каком перелечении, если они все равно не параллельно работают? Нет, они не параллельно работают. Ну так смотрите. А нас, мы про параллельность вообще сегодня говорить не будем. Асинхронность это не параллельность. Асинхронность это произвольность выбора, какой сегмент между yield'ами, какой из наших коррутин выполнять. В данном случае наша корутина, таск 0 и таск 1, они по очереди выполняются. У них у всех, они все выполняются бесконечно долго. Мы не можем выполнить сначала первую, а потом вторую. В смысле, сначала нулевой, а потом первую. Потому что там while true стоит. Мы не дождемся выполнения нулевой корутины. Асинхронность включается в возможности независимости доступа к каждой корутине. Возможности независимости доступа до различным синхронным фрагментам внутри корутины. Синхронный фрагмент это промежуток между yield'ами. Мы выполняем кусочек между yield'ами, вываливаемся. Дальше мы выбираем, какой другой кусочек между yield'ами выполнить, выполняем, вываливаемся. Собственно, вот именно это демонстрирует вот эта дема. Мы видим, что мы сейчас сходили к нулевому таску, к нулевому, к первому, к нулевому, к первому, к нулевому, 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 ну и так дальше. В зависимости от того, как мы здесь выбрали. Вот такие дела. Это значит относительно собственной асинхронности. Вот это уже, собственно, демонстрация того, что мы будем иметь в виду под словом асинхронность все оставшееся время. Вот сюда. Ну зачем? Это же, еще раз, не рандомное, а произвольное, то есть сообразное нашему произволу. Какой хотим кусочек, такой выполняем. Здесь мы хотим, чтобы был один оттуда, два оттуда. Хотим рандом, пишем рандом. Синхронность – это последовательное выполнение. Асинхронность – это произвольное выполнение, когда мы выбираем, какой из фрагментов мы сейчас хотим выполнить. Понятное дело, что мы не можем оформить вообще все фрагменты, фрагменты, мы можем, мы можем оформить вообще все фрагменты между Илдови как отдельные функции с глобальными переменами и таким образом им манипулировать, но это будет ужасно. Потому что алгоритм, он, ну, вот такой. Окей. И это значит, что касаемо, что касаемо, собственно, понятия синхронности. Ну, асинхронности. Вот. Давайте усложним этот пример. Вот тут уже нам придется, наверное, копипастить, потому что писать вот это все будет тяжело. И сейчас будем читать это глазками. Извините, я наступлю себе на горло. Времени у нас адски мало. Примеры большие. Давайте мы их не будем писать. Значит, читать мы будем буквально следующее. Так, глянем, нет ли у нас вопросов. Асинхронность и конкурентность. Асинхронность и конкурентность. Не одно ли это и то же? Это отчасти одно и то же, но слово конкурентность появилось гораздо раньше, до того, как в питоне появились асинхронные, синтаксически асинхронные конструкции. Модуль конкурент, собственно, был как бы предшественником вот этого самого асинкво и всего вот этого. Так, ну чего? Вот, давайте читать этот страшный код. Он на самом деле не страшный. Что мы сделали? Первое, что мы сделали, мы написали так называемый управляющий цикл. Вот у нас есть специальная функция loop, которая заведует нашим циклом. И мы говорим, значит, запусти нам, пожалуйста, в управляющем цикле три задания. Таск с параметром 10, таск с параметром 3 и таск с параметром 5. Давайте пока не глядеть в цикл лупы, давайте посмотрим на таски. Таски мы уже, нам знакомы. Таск с параметром 10. Он 10 раз сделает yield from от Субр, а таск с параметром 3, три раза сделает yield from от Субр, а таск с параметром 5, пять раз это сделает. То есть в действительности вот этих yieldов у нас будет, соответственно, в первом случае 20 штук, во втором случае 6 штук, а в третьем случае 10. При этом, поскольку у нас каждый такой Субр возвращает просто, мы ему два раза скармливаем целое число, он возвращает их произведения, то следует ожидать, что это будет сумма таких произведений, последовательных пар. Вот три таких задания. Теперь давайте посмотрим, в каком порядке он их, в каком порядке, как он их вообще обрабатывает. Ну, он что делает? Он создает список из этих заданий и очередь. В следующем примере мы переделаем это в очередь. Я чувствую себя неуловко, когда я в качестве очереди использую список. Это нехорошо в питании, но пока что пускай будет список. Запускает все эти задания, то есть выполняет от них первый next, чтобы мы дошли до первого илда. И дальше, пока очередь не пуста, делает следующую вещь. Выбирает очередное задание из очереди, из начала очереди. Засылает ему случайный параметр. Целый. Оно попадает либо сюда, либо сюда, в зависимости от того, на каком илде мы в данный момент остановились. Если в данный момент произошел stop-iteration, то есть мы уже отсюда вернулись, то он запоминает результат, который нам task вернул, вот этот. Вот. А иначе он, это наше вынутое из начала очереди задание, ставит в конец задание, чтобы выполнить все другие, а потом снова его. И так по кругу. Вот. Когда у нас очереди... Что? Если исключение не произошло, значит next отработан. Значит, это задание еще не закончилось. В нем еще stop-iteration не было. Да, мы раскрыли, помните, цикл for заканчивается stop-iteration, мы здесь вывернули его кишками наизнанку, мы делаем next руками, и stop-iteration отрабатываем руками. Да, вот это, собственно, условие продолжения цикла. Вот. Только теперь мы это делаем по каждому task в отдельности. Первый раз к ним сходили, второй раз к ним сходили, бац, один task закончился, выбросили, осталось два. Сходили к этим двумя по очереди. Бац, еще один закончился, остался один. Вот. Так это сейчас все и будет происходить. В результате, когда очередь закончена, мы возвращаем... Обратите внимание, это обычная функция, это не генератор. Тут нету yieldов. Он сам пальцами делает цены, а потом сам возвращает вот этот список результатов. Вот. Что в результате мы имеем? Я его опять забыл. Получается просто инициализация. Что? Изначальный формат в случае просто инициализация. Изначальный что? Да, конечно. Это просто инициализация каждого из заданий. Вот. Вот. Вот у нас случился старт каждого из заданий. Вот. Давайте посмотрим. 70, E0, D0. Да? 70 это было задание на 10 элементов, E0 это было задание на 3 элемента, а D0 это было задание на 5 элементов. Дальше мы начали в цикле слать ему случайные числа. Первым у нас закончилось задание, которое E0, которое на 3 элемента. потому что оно отработало всего вот этот плюс равно отработал всего 3 раза, соответственно, ей хватило 6 чисел. Вторым у нас закончилось задание на 5 элементов, третьим у нас закончилось задание на 10 элементов. Вот. Тут главный порядок, в котором они закончились. Да? Вот первый, первый вот этот аппенд, потому что случился stop iteration, случился от вот этого задания E0, которое у нас было таск от трех. Вот. Вот вам совсем уже, совсем уже асинхронность, даже такая, что мы управляем изнутри вот этого, ну то есть мы говорим дай мне элемент, он дает ему элемент. Мы говорим вот здесь вот return, у нас все мы говорим. Ну говорит stop iteration, задание закончено. Обратите внимание на одну важную вещь, которую тоже ну хотелось бы, чтобы вы хорошо видели. Вот это наш вычисляемая функция. И это для примера задание, которое делает yield from это вычисляемая функция. Они тупые. Мы тут раз дай значение, два дай значение, вот тебе результат. Здесь мы говорим вычислили значение, поехали дальше. Здесь даже не делается ни одного yield, то есть этот таск даже не ходит к вот сюда. Ему не нужно, ему самому значение не нужно, он просто дергает вот этот сабр. Самая сложная логика уехала в образующий цикл, вот сюда. То есть мы, не глядя вот сюда, в общем, прекрасно понимаем, как это работает. по очереди выполняются вот эти кусочки кода от yieldов, по очереди выполняется вот это сложение, когда все сложится, возвращается результат. А в сути глупого надо знать только вот в глупом устройстве передачи совершенно справедливо, совершенно справедливо. А здесь даже его не нужно знать. Вот. Еще усложним пример, больше мы не будем его усложнять, просто вот усложним его еще для того, чтобы показать, как мы можем вообще управлять образующим циклом изнутри наших функций. Мы нашу субу перепишем и будем говорить дай мне целое и дай мне строку. А в образующем цикле будем проверять. Если это было целое, дадим тебе целое, а если тебе это была строка, дадим строку. А если это был ноун, значит это вот. Я не знаю. Я знаю только, что дальше вот этой сложности мы ее даже выполнять сейчас не будем, потому что смысла особо в этом нет. Дальше этой сложности мы не... Нет, давайте мы ее выполним просто, чтобы понять, что она делает. Дальше этой сложности мы не пойдем, потому что это ну уже сложно. Вот. Получается вот это solver не так не делается? Да, да. А просто видит тип обычный тип? То есть это не такая особая конструкция? Пока что да. Пока что да, но сейчас мы уже перейдем к особым конструкциям. итак в чем наша модификация? Та же самая программа у нее вот этот subr он в прошлый раз смотрите он в прошлый раз yieldил что-то такое совершенно бессмысленное ничего он не yieldил но он yieldил смотрите здесь вообще yield не используется передача параметров здесь yield используется для того, чтобы разграничивать синхронные фрагменты нашей сопрограммы больше ни для чего что вот отсюда досюда выполняемся отсюда досюда выполняемся ну и так по кругу вот а в новом нашем варианте yield используют для того, чтобы передавать запрос внутрь образующего цикла чего вам нужно он говорил дай int он дает int он дает стр в результате получится что наш вот этот рез это такая сумма последовательности случайных букв случайного случайной длины вот ну да я опять забыл его сохранить вот вот они да случайных букв случайной длины при этом работа шла так что когда мы заходили когда мы заходили вот в этот субр вот в этом yield from вот здесь делали сент этот сент приходил сюда ему приезжал запрос этот запрос мы сохраняли дальше видео анализируя этот запрос говорили int это или или стер дальше дергали именно с этим с результатом с этого запроса следующий сент и так пока вот все вот это и есть асинхронность практически в чистом виде осталось дело только за малым дело да и я хотел заметить что я все-таки все-таки использую использую нормальную очередь деку в качестве в качестве очереди они да да деку ну потому что нельзя не надо использовать если вы если вы говорите поп 0 вот как я делал здесь да имейте ввиду что это операция линейной сложности взятие начала списка это нехорошо поэтому надо использовать тип данных дека у которого есть поп лев поп райт они работают одинаково эффективно так значит давайте немножко бла-бла итак какие есть модели асинхронности есть модель с событиями когда мы откуда-то получаем какие-то объекты которые мы называем событиями дальше мы определяем кто их обрабатывает а дальше мы дергиваем соответствующий обработчик этот обработчик может быть просто функция может быть и генератором то есть карутины которые получат очередное событие это слишком общая модель которую можно упростить до так называемого понятия коллбека или обратного вызова у нас есть специальный протокол с помощью которого наши функции наши карутины регистрируются как обработчики этих самых событий вот сами про себя говорят я хочу получать такие-то события дальше цикл образующий цикл ловит соответствующее какое-то что он считает событием нам не важно дальше он на него смотрит смотрит на таблицу зарегистрированных коллбеков и говорит поэтому события надо вызвать такой-то 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 коллбек опять-таки этот коллбек может быть функцией может быть корутиной в смысле этим самым генератором это совершенно не важно важно то что мы упростили идею по событию по какой-то непонятной логике вычислять кто его обработчик превратили ее в более простую идею по событию вычислять кто его обработчик просто глядя на то кто зарегистрировался под это событие упростим еще сильнее вместо сомнити введем понятие future я буду простить и говорить слово future я не смог перевести это на русский язык вот это такой тупейший генератор всего из двух синхронных сегментов у него единственный yield посреди вот вы в этот генератор что-то запихиваете дальше он yield выпадает в образующий цикл а когда вы в него в следующий раз входите он делает return и возвращает некоторые значения все что он там yield в общем не важно себя счет он себя yield в образующей цикле да да он говорит все вот я завелся все еще во future есть поле готовности результата который по умолчанию не готово вот и алгоритм на работе очень простой у нас есть два пользователя два этих самых клиента у этой future есть генератор сервис который собственно ее заводит и генератор пользователь который этой future пользуется генератор сервер заводит эту future генератор сервер и она появляется в образующем цикле генератор пользователь немедленно делает на ней yield from и виснет потому что она не готова потому что из нее мы выпали по этому илду и находимся в образующем цикле дальше все это происходит что-то происходит еще оно происходит 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 вот в какой-то момент генератор сервер говорит так я посчитал он выставляет в этой future поле готовности ну на на низком уровне сэнд да а на высоком уровне просто проставляет какую-то куда-то готовность я честно врать не буду не знаю проставляет готовность метод да 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 это делает кто-то кто посчитал у кого есть результат записывает результат выставляет готовность образующий цикл видит о future готова входит повторно в нее она ретернет возвращаемое значение генератору пользователю который сказал yield from и генератор пользователь наконец-то завершается говорит все я получил результат во future появился результат то есть это такой промежуточный способ общаться между сервисом и пользователем чтобы когда у сервиса готова у пользователя завершил с ожиданием этой самой готовности вот то есть такой специальный коротенький объектик из двух из двух шажков да значит повесить фьючу повиснуть на ней повисли все ее клиенты вернее один ее клиент дальше мы ее актуализируем говорим future будущее наступило и все клиенты считывают оттуда значение один вот ровно так ровно на этих фьючер и работает питоновский модуль асинк который реализует все эти синхронные возможности теперь значит берем предыдущий пример и переделаем его под питоновский асинк первое генератор меняем на асинк дев и обычный ретерн да то есть вот реально берем вот этот наш пример и заменяем в нем прям вот вот этот пример только давайте мы его сохраним как цицле асинк вот прям реально говорим асинк дев вот только илд тут не надо делать сейчас скажу почему видите он тоже ругается говорит нельзя нельзя в асинк дев и делать одновременно илд и ретерн выберите что-нибудь одно вот дальше илд заменяем на авит вот видите он успокоился ну давайте мы сейчас ему наведем наведем фэншуй чтобы он окончательно успокоился вот вот что тебе еще не так полный фэншуй вот вот правда с субром тут ситуация сложная поскольку она умеет делать и ей нужно уметь делать и ретерн и илд и это значит по определению низкоуровневая процедура которая называется собственно крутиной обратите внимание еще раз на то что я говорил когда писал этот пример таск наш не делает илда он только делает илд фром всяких других крутин сам он илдов не делает именно поэтому его можно назвать настоящей крутиной вот таким вот базовой крутиной а вот вот тот самый наш низкоуровневый субр который умеет и то и другое он должен быть явно декорирован как крутина которая разрешена это делать да 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 это он и есть я бы даже так сказал и тут афин где но он конечно ругается но он не обязан ругаться да спасибо он сам сделает все что нужно вы правы вот значит низкоуровневые карутины вот такие в реалайфе вот ну скажем так в процессе массового девелопмента под осинк практически никто не пишет это это bottom half то что называется top half это обычная синк дев вот а в этом лупе мы кажется вообще ничего не делаем мы вот что делаем он оператор декоратор крутин позволяет нам сделать такую такой синк дев в котором return тоже можно делать и return и yield дело в том что если вы напишете асинг дев а внутри yield знаете что это будет это будет асинхронный генератор то есть такая штука по которой можно пройти с помощью конструкции асинг форм где при каждом шаге этого форм будет выпадание в main loop и все такое но я решил этим пока имеем ваш не грузить сейчас потому что и так хватит вот поэтому если вы напишете если вы напишете в асинг дев и yield вы получите асинхронный генератор вот ну в общем вот а если вы напишете в нем return вы получите собственно настоящую корутину а если вы напишете и то и другое так в общем-то синтаксически нельзя но с точки зрения питона можно если вы это обмазали специальным словом корутин со словами эта корутина ей надо ей надо в управляющий цикл yield какие-то элементы управления мы с вами сейчас увидим в примерах никогда этим заниматься не будет ну то есть вот когда при пользовании асинхрон почти никогда только на нишкам ну вот и у меня есть такое подозрение что это все что мы с вами взяли и написали прям вот самый что ни на есть асинхронную программу на питоне с асинками и всем пирогами руки изо рта выньте и повторите вопрос все механизмы за исключением условного оператора избыточные даже цикл избыточен вы можете всегда написать все в столбик вот поэтому это конечно избыточный механизм но он отвечает некоторым достаточно серьезным запросам физическим на то что в мозгу программиста алгоритм непрерывен а в действительности он асинхронен и мы хотим побить наш код который как алгоритм выглядит вот вполне себе вполне себе продолжено на кусочки которые должны выполняться тогда когда им придет время выполняться в первую очередь конечно это для извините всякого веб программирования люди которые все это написали это два чувака из Литвы реально два чувака у которых была собственная компания почему-то вроде высоконагруженных питоновских серверов сетевых и они прям реально продвигали всю эту картину в питон можно почитать кто пепа эти делал вот это вот они именно поэтому в питоне выжил только один асинхронный движок асинко их там дальше было раньше было больше вот стало один вот сейчас я покажу ну вот смотрите вот это и есть асинхронность еще раз вот это у нас задание и это у нас карутина которую мы не используем которую мы обычно не пишем именно поэтому она чуть более сложная и в задании все тривиальнейше тупо а вейт карутина а вейт карутина она возвращает какое-то значение мы с этими значениями все что-то делаем все единственное что у нас получается толстым это управляющий образующий цикл вон он какой здоровый и сложный от чего это не ел это ел фрон тем что на самом деле синтаксически проверяется что то что вейтится должно быть асингдефом потому что там есть некоторые подковерные штуки с тем как в случае вот этой чистой асинхронности сохранять контексты они все-таки разные да но в действительности ненамного не очень сильно разные можно взять декоратором обмазать обычный дев и он станет асингдефом да вот вопрос только в проверке типов чтобы вот аккуратно с одним если вы напишите сюда неавейт объект питон вас обругает и это тоже но в первую очередь он меняет он меняет тип тип объекта да вот если мы сейчас вот так сделаем скажем таск ой о как да вот мне тоже кажется что ничего необычного ну и тем не менее она синхронная интересно интересно ладно в общем вот кстати ассубр ну субр субр конечно собрутина а фиг то вот да интересно надо посмотреть насколько он авейт был как он проверяет что он авейт был ну так вот мой поинт в том что самое сложное в этом процессе это образующий образующий цикл его эрлэйк его работа почти почти мы не можем смешивать одно с другим то есть если мы сейчас уберем вот это и сделаем как раньше да сейчас вот так так работать не будет потому что авейт не работает но фактически вы можете считать что это синтактический сахар в том смысле что логика работы в точности такая как только что было в точности так раньше и делали вот тот самый модуль вот тот самый модуль который которым меня спрашивали в чатике конкурентность он как раз так был устроен а это именно на синтактическом уровне да чтобы вы прямо различали одно от другого потому что проблема да как как отличить вот то что можно синхронно запускать от того что нельзя ну вот значит переходим к асинкро осталось немножко времени но я думаю нам хватит значит итак самое сложное в асинхронных в этих всех операциях это логика образующего цикла обращаем ваше внимание что самое ненужное то чего не нужно знать программистам это знаете что логика образующего цикла потому что мы смотрите мы запустили задание мы разметили его илдами мы знаем мы знаем где у нас асинхронные фрагменты дальше говорим образующий цикл выполняй нам ничего не нужно знать про него да синхронный фрагмент это освакунулась команда между илдами синхронный какая разница между одним илдом и другим все операторы выполнены между илдами происходит выполняется синхронно синхронный фрагмент это все что синхронно выполняется да поэтому в этот момент синхронный фрагмент заканчивается я все-таки продолжу все равно еще важно по поводу плотины которая несковозна да вот если переделать какую-нибудь другую плотину чтобы она несковозна фишка фишка в том что когда мы пишем под осинково мы не используем илд вообще у нас вместо илда есть специальные я как раз хотел про это рассказывать вот значит поэтому как устроен осинково образующий цикл вообще скрыт от пользователя мы говорим осинково точка ран передаем ему таск все значит кто-то его заранее запрограммировал весь осинково ровно проект на нольском уровне мы мы вот это вот вот это вот управление илд вот это все происходит с помощью фьючер фьючер мы их тоже руками не трогаем они там сами собой где-то вот в качестве элементов управляющих управляющего цикла образующего цикла они там где-то существуют на фьючер мы намазываем какой-то понятный нам верхний уровень задания события очереди сейчас все покажу пихаем их вот в этот самый образующий цикл и он их там вот как-то переключается между ними вот и это имеет дикое количество применений в реальной жизни начиная от веб-программирования и заканчивания имитационным моделем основные понятия образующий цикл мы его не видим мы говорим асинко.ран задание задание это синхронная такая штука давайте мы для экономии времени опять скопипастим к сожалению 20 минут я потратил на тупеж для того чтобы понять как оно работает потому что вы сейчас будете видеть код в котором нет управляющего цикла вообще то есть вы будете видеть код в котором всей вот этой логики нету и вот этой тоже нету а есть только вот это и тупить в него как я это делал пять раз как это работает а это вот так работает вот я нашел я нашел в общем на нем и на нем пишут здоровенные фреймворки то тем людям которые занимаются написанием кусочков этих здоровенных фреймворков им в общем не нужно объяснять что это такое им говорят пиши вот так и все вот вот да то есть нет такой задачи чтобы человек понимал что он делает к сожалению вот вот программирование тыком такое а нам с вами есть такая задача ну вот смотрите нету никакого образующего цикла все есть задание есть планировщик этих заданий в котором это тоже все очень как это я мог это написать в основном коде просто я хотел вынести сюда и вот смотрите вот у нас есть задание лэйд который просто спит в течение дилей секунд вот и это задание спит в течение одной секунды и это задание спит в течение двух секунд вот и если их просто замытить друг за дружкой они будут выполняться синхронно. Сначала закончится вот это задание, а потом вот это. Сначала одна секунда подождется, а потом еще две. Но если их сказать «Создай, собственно, задание, одно, другое, настоящее задание, таск, и завейтить их», то они начнут выполняться одновременно и через одну секунду закончится это и еще через одну, вот это. Ну да, вот, слип. Нет, а вейт это просто, как это, ну, мы к нему сходили. А, тут, ну, можно не ставить пробейт их. Вот я зачем тут поставил скобочки, я не знаю. Да? Вот так надо. Вот. Это просто, это, а, нет, слушайте, трейлинговая спрессия. Это просто, это просто, вы помните, а вейт это просто yield from. Нет, нет, такой вопрос. Если бы мы в авторомах а вейте так или иначе использовали результаты первого, нам же нужно было как бы это начать делать. А как, где бы вы написали, что вы используете результаты первого? Ну, допустим, у нас параметры task 4 зависит от результата, который придет в обороне. Попробуйте. Но это task. Это не, это не наши лейт. Видите, это task, у них нет параметра. Это задание. Надо их сконструировать? Вот они. Мы сконструировали их. Помним, что это генераторы. Зачем я все это рассказывал в течение предыдущего часа? 4 перевести между обоемами. То же самое будет? Да. Давайте попробуем, кстати. Вот. Одна секунда. Сейчас будет 2 секунды. Сейчас будет 1 секунда. И еще 1 секунда. Вот. Тут где-то еще было... А, вот это 2 секунды. Смотрите. 1 секунда. 2 секунды. Тут почему-то 3. А, 3. Все правильно. Я так и сделал. 3 секунды. Еще через 1 закончились 4. Хотите вот сюда перенести? Разницы никакой. Почему? Потому что это все происходит мгновенно. Этот await уже вытится. А task только нет. И сможем вытеснить? Ну да, конечно. Он закончится. Это task. Да? О, нет. Смотрите. Вы оказались правы, а я не прав. Поскольку await ждал 3 секунды. Да, да, да. Ну то есть в этом смысле вы, конечно, правы. Их надо запланировать сразу, запустить. Вот в этот момент они запускаются. Конечно, 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 конечно. Управляет заданием. Ну вот. Значит, обратите внимание на одну вещь. Я понимаю, что уже поздновато требовать от вас, чтобы вы этот вопрос задавали. Где мы выпол... В каком месте мы вообще вываливаемся в образующий цикл? Где то место, где мы делаем вот... Да, совершенно справедливо... Нет, вот здесь. Да, да. Именно в await slip. Вот это единственное место, где мы точно вываливаемся в образующий цикл. В образующем цикл исказанном. Вот это задание еще вот столько не трогайте. Да, значит, у нас... Я, с вашего позволения, потрачу немножко времени на копипасту. Простых примеров, хорошо. Их будет несколько штук. Вот, простых. Потому что, ну вот, такой тупеж у нас произошел в начале. Значит, с этим понятно? Да, ну не очень. Давайте. Начается он вываливается в основной цикл вываливать. У меня разбудит через три секунды, у меня через четыре. Да. И цикл крутится. И когда наступают две секунды, он... Будет один, а когда четыре, другой. Да, да, да. А поскольку здесь-то мы синхронизовали, мы сказали, подожди секунду. В это время в цикле только одно это самое. Вот он ждет. Подожди еще две секунды. Ждет две секунды. Создали тут два таска. Они запустились. Он говорит, подожди третий таск. Третий таск закончился через три секунды. Он говорит, а четвертый, подожди. Но четвертый уже три секунды работал. Подождите, вот верхние же они... А верхние были синхронными. Здесь у нас таски, здесь у нас непосредственно вызов нашей карутине. Но если вы в генераторах мыслить, они же все равно вываливаются в основной цикле. Нет. А, вот здесь-то? Ну, вываливаются. Ну, вот вы смотрите. Вы активировали карутину лейт. Сказали, жди одну секунду. Подождали одну секунду. Она закончилась. Потом вы активировали карутину лейт. Сказали, жди две секунды. Подождали две секунды. Вот к этому моменту она закончилась. Вопрос в чем? А таски это другое. Таски это задания, которые вот в этот момент, крейт-таск, запускаются. Этот таск, ну, точнее, лейт-тул, он просто не был зарегистрирован. Если бы он был зарегистрирован, то... Ну, потому... Ну, да, регистрация в управляющем цикле это крейт-таск. Понимаете? Потому что мы выбрались в управляющий цикл, а он что знает? Он знает только то, что у него вот здесь, вот, ему приехала фьючер, разбуди вот эту карутину через две секунды. Все, больше ничего. А ну, получается, расправиливать программу? Нет, конечно. Нет никого про ревизму. Мы всего лишь определяем, в какой момент выполнять синхронные фрагменты наших заданий. И больше ничего. Ну, это тоже способ. Получается, если мы зарегистрировали на секунду, а потом начнем выполнять такой таск, который 10 секунд. Да, да. Он не выплатим, а этот лейт-таск, который выполнится через секунду. Он выполнится не через секунду. Все так. Это же не про ревизму. Все так. То есть, если мы вместо вот этого асинфлот-слип поставим тайм-слип на минуту, то он застрянет там на минуту. Процесс-то один. Так, давайте по-быстрому, значит... Следующая фишка – это гезер. Гезер – это способ попроще сделать всю ту же самую картину. Давайте я прямо вот напишу. Это самая очередная копипаста. Следующий способ – это гезер. Конечно, конечно, можно. Разумеется. Если их аккуратненько распилить. Или, например, если сами программы на уровень выше поднять. То есть, пускай они будут там по инструкции выполнять. Да, пожалуйста. Да, 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 да. Все так. Да, да, да. Отладчик отвратительно работает, конечно. Вот, смотрите, что я здесь сделал. Функция гезер. Метод гезер. Он автоматом создает из этих самых наших корутин задачи. Автомат одновременно их запускает. И складывает результаты их ретерна. Складывает их вот сюда. В список. И получается это примерно вот так. Вот. Вот. И вот. Вот мы запустили А на 3 секунды. Б на 1 секунду. С на 2 секунды. У нас первая завершилась Б. Потом С. Потом А. О чем, собственно, вот в результатах у нас и написано. Вот. А, нет. Все интереснее. У нас рез. Рез у нас, естественно, заполнился в порядке сначала 3, потом 1, потом 2. Но мы видели, в каком они порядке на самом деле завершились. Вца. Ну, потому что это ждало, это ждало секунду, это 2, это 3. Гезер это всего лишь обертка, чтобы не делать каждый раз create task и потом... А вот еще не нужно. Если мы вейд сделаем не из асинк дефи, то мы как раз не выпадем. Смотрите, если мы не сделаем вейд, эвейд не в асинк дефи, то мы никуда не выпадем. А, ну да, конечно, конечно, это мы всего лишь, мы всего лишь, как это, тогда мы выпадем в несуществующий образующий цикл. Да, вот, 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 кто, кто, кто вызвал, кто сделал next от этого мейна, скажите мне? Никто его сделал образующий цикл, который в асинк дефи программировал. Мы, говорим, мы выкинули самую сложную, самую мутную часть, вот, да, собственно, образующий цикл. Теперь мы смело делаем какие-то асинхронные крути. В 3.11 питоне появился другой способ, появился оператор виз и таск групп. И мы говорим так, мы сейчас задаем таск группу, внутри этого виза что-то она происходит, туда сунем таски, а когда все закончится, вот, в 3.11, в 3.10 еще нет. Так, значит, еще парочка примеров, и на этом мы заканчиваем. События, помните, мы говорили про события? Событие, это такая фьюча, единственное отличие от обычной фьючы, что ее могут ждать сразу несколько клиентов. Давайте, опять же, скопипастим и посмотрим. Вот, значит, что мы делаем? Вот наша, как бы, базовая функция, она выйдет, чего? Она выйдет, 3 карутины. 2 карутины ждут наступления вот этого события. Третья карутина через вот этот тайм-аут порождает это событие. Да? Вот у нас ивентер что делает? Он говорит, ща мы вам события породим. Ждет. Говорим, ща мы породим события точно. Порождает событие. Этот самый, вейтер, что делает? Говорит, дайте мне события. Ждет события. Говорит, о, я получил событие. Да? Я вангую, что мы сейчас получим вот эти сообщеньки от всех, потом в секунду все это будет болтаться, потом получим вот эту сообщеньку и вот эти сообщеньки от двоих оставшихся. Как-то так должно произойти. Только если я скажу импорт АСИНКО, да? И не АСУНК, а АСИНК. И ФЕНШУЙ. А, ну тут ФЕНШУЙ все равно нету. Ну ладно. Вот, смотрите. Так оно и случилось. Вот он пошел ждать. Дальше нам эмиттер, этот самый, ивентер, пообещал возбудить это событие. Через секунду он его возбудил. И тут же оба этих самых, оба клиента нашего события его обработали. Вот это, значит, ивенты. Способ синхронизации 1-много. Так, очереди. Очередь это такая штука, куда вы закладываете объекты асинхронно. Их оттуда асинхронно можно читать. Вот. Тоже, в общем, ничего такого совершенно... Совершенно ничего такого военного. Вот. Прям-таки просто... Да. Давайте посмотрим. Итак, мы заводим очередь. У нас есть... Хам. Это тот, который читает из очереди. Вот он. Он читает оттуда сайз элементов. 12 штук. 12 элементов он читает из очереди. Он ждет целую секунду. Потом смотрит, нет ли чего в очереди. И говорит, нашел чего-то в очереди. Да. Если в это время очередь пуста, он стоит и выйдет, пока в ней что-то появится. И два спамера, которые туда пихают по 6 элементов. Каждый. Вот. И при этом один из них это делает с частотой с периодичностью 0,4 секунды, а другой 1,6 секунды. То есть будет пихать туда то один, то другой, и один будет чаще другого. А хам наш будет оттуда из этой очереди их считывать. Время от времени будет так происходить, что очередь будет расширяться, что туда будет напихиваться много элементов. А потом, значит, хам их будет потихонечку считывать. А время от времени наоборот будет происходить так, что в очереди они будут появляться редко, и хам будет висеть вот на этом овете, ждать, пока появится элемент в очереди. Вот это, ну, как обычно, надо было сказать импорт на синкло. Чего? Именно это и будет на семинаре. Вот. Именно это будет на семинаре, потому что все предыдущее, это, ну, что мы можем на семинаре там... Я могу только повторить то, что я говорил сегодня. Но для этого можно... Вот. Вот смотрите, вот он напихивает, напихивает, напихивает в очередь. Я считал только пока 4 элемента. Но тут наш 0,4 закончился. Вот. Вот в этот момент у нас напихивание происходило быстрее, чем считывание. А в этот момент у нас считывание происходило быстрее, чем напихивание. Вот. И в какой-то момент даже вот тут он подождал, пока вот этот не напихнет очередной элемент. Хотя нет. Что? А тут до 12. Он читает их 12 штук. Вот. Да. Вот вам, пожалуйста, синхронизация через очередь. Очереди бывают приоритетные и все такое. Ну, в общем, полный набор всякого волшебного расколбасы. Значит, что я, и без того, заняв много-много вашего времени, ничего я не сказал. Да, можно еще и параллелизм сюда приплести, и, напоминаю, про параллелизм мы не говорили ни слова. Да, можно модифицировать логику работы управляющего цикла на низком уровне полисе. Да, разумеется, очень много всего про сеть написано вокруг осин КО и в самом осин КО есть целое понятие поток, которое завязано ровно на это. Да, мы не проходили метод throw, который позволяет вбросить исключение внутрь итератора, внутрь генератора. Внутрь. У вас рейс произойдет вместе yield'а. Вот. И там может быть обработан по ходу. понятно ли, чего это нужно, чтобы управлять с помощью исключения. То есть, вот вы даете данные, потом говорите не, а сейчас вот пдыщ, сделай иное. Вот. Ну и если мы зайдем на ПП и просто скажем осин КО, нам скажут, что 1375 проектов в хэштегах пометили, что они базируются на осин КО. Вот. Такие вот дела. Вот. Значит, я надеюсь, что мне хватит интеллектуальных способностей. Тут вот люди все хотят про параллельное выполнение, про модуль трейдинг и все такое. Слушайте, ну и так-то времени не хватило на то, чтобы хоть про синхронность рассказать, а про параллельное выполнение можно... Ну вон, сходите на курс, не знаю, кто там читает у нас сейчас курс по параллельным этим... Вот. Там есть же вот целый целый спецкурс по параллельное выполнение. Чем могу тут говорить? Вот. Значит, я надеюсь, что будет домашка по лекциям на эту тему. Никогда не было, в этом году будет. Если я смогу придумать, как все это проверять. Если не смогу, тоже будет, потому что я буду проверять глазами. Вот. Ну да ладно. Слипает. Ну, в общем, проекте слипает. Слипы они срабатывают мгновенно. Дальше они образуют фьючер в управляющем цикле, образующем цикле, в котором они сработают тогда, на когда их поставили. Ну да, в смысле порядок сообщений да, конечно. Более того, вот в задании по практикуму, который будет завтра, будет волшебная задача, которая будет стоять в том, чтобы реализовать сортировку слиянием, а каждое слияние оформить в виде отдельного таска. Потом предоставить эти таски в виде списка, а программа, которая, значит, должна быть в вашей домашке, потому что она часть теста, она возьмет эти таски и их рандомазно перемешает, все одновременно запустит, а вы с помощью событий, пожалуйста, их синхронизуйте. В этом будет домашка по праву. Нет, не очень. Я написал эту программу, в общем, с третьего раза она у меня заработала. Вопросы. Я понимаю, что вопросов тут больше, чем ответов. Это надо еще раз вкуривать. Мне кажется, что мы не зря большую часть лекции посвятили вот этому моделированию асинхронности, потому что дальше все получилось очень просто. Какие-то сигналы, какие-то очереди. Каждый раз, когда я с этим работаю, мне приходится вот этот стек разворачивать в голове, что на самом деле асинг дев это такой генератор, а await это такой yield from. Иначе я перестаю понимать, как это работает. Вот. это философский вопрос. И мне кажется, что в большинстве случаев, особенно, когда речь идет об академическом знании, это просто необходимо. Понимаете? Вот. Если бы мы с вами были в ПТУ, где обучают на программиста, да, то никто бы не заморачивался рассказывать, как и почему это происходит. вот. Вот мы сейчас сюда пришли, а то у нас здесь была лекция по чему? По дискре. По основам кибернетики. И нам рассказывали, извините, про контактные схемы, которые, кажется, нигде не используются вообще в последние 70 лет. Но, тем не менее, это самый простой способ смоделировать логические инструменты, логические схемы, самый простой способ их замерить. Все остальные способы будут только сложнее. И пока у вас нет вот этого понимания того, как это работает, да, вы можете пользоваться результатами, но это будет, это очень, как это, в любой момент может перерасти в карго-культ. Да? Мы использовали нейронные сети, поэтому наши результаты, вот, как это, как было модно писать в 80-е годы, данные были получены с помощью просчета на компьютере. Понимаете? вот, вот, и этого, и до этого себя доводить, будучи в стенах Московского государственного университета, нельзя категорически. Вот. Идея в этом. еще вопрос, который я задавал, вы сказали, что, наверное, что-то касается или касается он может вызвать от его корня, который написали. Ну, если у вас еще есть время, то я скажу сейчас, да, значит, у нас, к сожалению, так устроен курс, и даже практику, что времени на внятное изложение код-стайл, просто нет. Я не имею права, погодите, сейчас договорю, я не имею права накладывать ограничения на этот код-стайл. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы личного плана, хорошо или плохо, просто дергайте лично меня. Я, как ваш преподаватель, должен отвечать на такие вопросы тоже. Вставать в, как это, на пьедестал и вещать оттуда, вот код, который написал я, пишите так же, я не готов. У меня иногда бывают такие позывы, но скорее просто похвастаться, смотрите, как клево получилось. А делайте так же, я не готов, я не готов выступать в качестве программер-гуру, потому что я непрофессиональный программист. Показывайте. То есть, вот это не вопрос. Вот, если вдруг таких, как вас, как вы, желающих показать свой код, будут десятки в день, вот тогда будем эту проблему решать. Пока проблемы нет, никто не показывает. Вот, да он в Телеграме. Кроме, кстати сказать, кроме одной девушки из курса, который у меня сейчас будет, философского факультета, которая нашла одну вещь волшебную про множественное связывание, оно оказывается не атомарным. Помните, я говорил, атомарное множественное связывание? Ничего подобного. Множественное связывание не атомарно. Если вы напишите что-то типа, ой, слушайте, это надо вспомнить. Нет, не буду. Слушайте, в следующий раз я вот, ну просто мне сейчас надо подглядеть в личную переписку. А в следующий раз просто покажу, да, 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 вот к вопросу. Слушайте, давайте заканчивать. Время 10 минут. У меня через 20 минут уже следующая лекция. Спасибо всем. Продолжение следует... Продолжение следует...